С утреца зашли три мужика в белых рубашечках. Я перестал общаться со всеми людьми, которыми я общался до этого. Жил один, употреблял наркотики. Без денег ешь. Но я без наркотиков не мог работать. У меня просто было неинтересно. Извоживание происходит в организме. Ты такой, как зомбарь выглядишь. Героин умеет ждать. Добрый вечер. Меня зовут Сергей. Я из Смоленска, мне 34 года. Образование выше. Работал программистом. Употреблял наркотики. И попал в центр реабилитации нарка. Сейчас мы в центре находимся. Я тут три недели. Время прошло великолепно. Я первые две недели в центре положено отдыхать. Ничего не делось. Поэтому я отдыхал и ничего не делал. Тут неожиданно оказалась гитара. Мне купили струны. Я сидел, бренчал. Всем это надоело. Ее спрятали от меня. Но в принципе уже потом, по протечении двух недель, начались занятия. Занятия ведутся для того, чтобы восстановить работоспособность. И, собственно, уже не до этих развлечений. Что вы говорите? Здесь на форуме на нарко выложены статьи. Их надо все читать, писать изложения, какие-то краткие выводы, примеры из жизни. Где-то условно по 10 статей в день. Собственно, изучается материал, каким образом становятся наркоманами, каким образом это влияет на мозг, и, собственно, как от этого избавиться. То есть при осознании проблемы, как она работает, проще справиться с проблемой. Как ты вообще здесь оказался? Оказался здесь не совсем по своей воле. Можно сказать, совсем не по своей воле. Сидел я дома. В принципе, я уже был на тот момент, точнее, на тот момент я почти неделю не употреблял. С утреца зашли три мужика в белых рубашечках. Один подошел такой, говорит, сначала меня еще перепутал с моим братом, он говорит, Сергей, потом мне вот-вот. Подошел, говорит, ну что, прокапываемся, говорит. Просто собрал вещи и поехал. Они потом, когда мы ехали, говорят, что первый раз так, чтобы человек раз собрался и поехал. Обычно там как-то сопротивляются, видимо. Расскажи, когда ты первый раз попробовал? Это было, может быть, давно, там лет пять назад примерно. Мы имели некую традицию проходить перед какими-то концертами, как-то урок-группы у нас выступали, приезжайте в Смоленске, да, вот в осенний сезон особенно, к товарищу, если с ликонца накатить, чтобы идти на весельке на концерт. Вот. И как-то раз он уже предложил нам употребить мефедрон, начал рассказывать, что это и дешевле, чем алкоголь, ну и да и вообще все нормально. Вот. Собственно говоря, мы всей компанией употребили и пошли в хорошем, в более чем хорошем настроении смотреть концерт. И так вот потихонечку мы, грубо говоря, выпивая иногда употребляли, потом в конце концов часто ходили в какие-то конфеты? Ну, на все, которые приезжали, ну, условно говоря, в раз в месяц. Дело тут не в конце, дело в том, что мы регулярно пили по выходным и уже организм начинал немного сдавать, то есть не выдерживать столько алкоголя. А что для продолжения Батхеда, вот, например, мефидон, он трезвил вполне неплохо. Суть в том, что я говорю, я это не рассматривал как какое-то не... То есть я не верил, что это, вот, как говорят, что с первой дозы и в моем понимании доза это именно вот шприц, именно вену, вот так вот, а то, что человек раз нюхнул там, условно говоря, то... Ну и тем более на то... То есть тогда мы еще и выпиши немного были и какой-то момент любопытства и какого-то типа пофигизма сыграло роль. Ощущения у вас от первого дозы? Ну, первое... Ну, такая эйфория, как будто сразу уже голова осталась такой легкой и ты такой ох, ох, как... Не-не-не, как-то такое... Воздушное такое ощущение, что ли, я не знаю, как это сказать, довольно-таки приятное. Легкость? Да, легкость, да. Чем тебе нравилось заниматься под наркотиками? Я под наркотиками много работал, я скажу так, вот как раз я и начал рассказывать, что я тогда переехал в ту квартиру, которая, мы ему там выплачивали ипотеку, и условно говоря, там, примитивно ее обставил, там, диван, крова, это стол и плитка для готовки, вот. И я удаленно там просто много работал, я год работал и употреблял наркотики. сколько ты максимально в месяц тратил денег на такие деньги? Да все, в принципе, почти. Ну, примерно, я вот там было такой вопросенький, когда вопрос, я очень грубо почитал, так примерно, я там взял зарплату, умножил, поделил на 2, умножил на 10 месяцев, умножил на 3 года, вот, получилось где-то полтора миллиарда, ой, по-моему, миллионы. У тебя был большой круг общения? Нет, небольшой круг общения. Кто-то к тебе приходил? Ну, да, кто-то приходил, кто-то в гости, кто-то уходил. Они знали, что... Они знали, конечно, знали. Ты с ними употреблял? Они с некоторыми употреблял, да. Был тот, кто не употребил, а тот, кто говорит тебе, что это не надо? Был такой человек, был такой человек и в конце концов он меня... Это был, это мой друг. Вот, мы с ним раньше как раз-таки выпивали, но он для себя принял решение, что он не будет употреблять наркотики и не стал употреблять наркотики. Ну, мы с ним пробовали, имеется в виду, вот, какое-то время мы так, от случая к случаю с ним употребляли, но потом он решил от этого отстраниться. Вот. Он за меня переживал, что я там в конец торчусь и доложил моим родителям, ну, родственникам, я не знаю, кому там точно, меня вызвали на разговор вместе с друзьями и братьями, у меня старший и младший брат там плюс-минус год-три. Вот. Обговорили то, что мне надо оттуда съезжать, приезжать к родителям и бросать это дело, условно говоря. наркотики это плохо? Конечно плохо, кто скажет, что хорошо. Человек не способен с ними справиться, и он выпадает из общества. Не можешь контролировать? Ну, в жизни, в обществе не могу контролировать. Пока я жил один, я мог контролировать. Когда в обществе лучше убрать? Ну, так и случилось. Я перестал общаться со всеми людьми, которыми я общался до этого. Жил один, употреблял наркотики и работал. Ну, есть еще один, почему наркотики плохо. Наркотики плохо, они сильно еще здоровью вредят. Ну, говорят, например, социальные наркоманы больше пяти лет не живут. Какой, говорят, должен пройти период, чтобы ты принял полностью то, что тебе нужен, тот облик, который тебе нужен? Три месяца. За эти три месяца что конкретно должен с тобой пройти? Я не должен, как тут выражается, гонять тягу, то есть подпитывать этот рефлекс, чтобы он угас. Ты гонишь? Ну, первые две недели гонял, ходил, подшучивал и так далее. То есть, вот, опять же, пока вот не стал делать уроки. Стал делать уроки, получил доступ к информации, прочитал по, понял, в чем суть. До этого, как раз буквально, до этого приезжал отец ребенка, который погиб, где-то там, сбежал с центра и где-то там передознулся, условно говоря. И он убитым горем рассказывал, пытался там, выяснить, что бы про него, его сына рассказали, каким он был там, где же, для воспоминаний и все для чего-то. Тебе страшно просто? Нет, страшно мне не стало, но я подумал, что все в принципе, что, как сказать, что говорят, что здоровье сильно рушится, это может, можно не заметить, пропустить этот момент, что ты хоп, и у тебя здоровье разрушено, грубо говоря. Что наркотики сделали плохого для тебя? Я год не работал, жить дома не смог, не смог работать удаленно, потерял трудоспособность. Почему ты делаешь? Ну, я без наркотиков не мог работать, мне просто было неинтересно, мне сложно было себя усадить, вот, усидеть за работой, то есть, внимание концентрировать, то есть, я садился, мне сразу же, что-то чуть-чуть почитаю, мне сразу же хотелось пойти перекурить, пойти пока, сходишь, перекуришь, там, вернешься уже, полежать хочется, вот, то есть, я говорю, я несколько раз устраивался до работы, несколько раз ее бросал, вот, раза три за год, то есть, и вот эта вот, жизнь такая, как бы, безденеж есть, что ты какой-то, какой, условно говоря, ущербный, получается, она, конечно, давлела, если с друзьями там давно уже, то есть, у меня было много интересов, в целом, но как-то, чтобы выйти в свет, не выйдешь в свет бомжом, грубо говоря, вот, поэтому, я себе видел решение такое, что я вот-вот сейчас найду работу, начну работать, зарабатывать, там, как-то, обустрою свою жизнь, и подставлю употребление под контроль, буду как пивко, вот, как люди после этого самого, после работы, через неделю пивас пьют, ну, я от случая к случаю, вот, условно говоря, вернуться на начало, вот. Следующая наша с тобой встреча будет где-то, примерно, неделю, через две. Ну, да. Мы с тобой опять пообщаемся, ты расскажешь, что изменилось, то есть, изменится, как ты сейчас думаешь, изменится, что оказывается? Я думаю, что нет. Ничего не изменится, то есть, ты останешься приблизительно при своих мыслях? Да, я думаю, что так. До встречи, через две. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин